Продолжим разбор 11 айта. На прошлом уроке мы остановились на разборе словосочетания «фолка». Мы сказали, что «фолка», являющаяся обстоятельством места Зарфа Маккань, является мудафом, а местом «я не каф» — это у нас мудафун и лей. Мудафун или «в то время как мим» — это признак множественного числа мужского рода. Дальше. Сабаан. Сабаан — это мафуулин бихи, прямое дополнение, т.е. воздвигли кого что, воздвигли семь твердынь. И если это мафуулин бихи, прямое дополнение, значит мансубан, поставленное в состояние насб, в винительном падеже. У аламута насбихи признаком состояния насб в этом слое является аль-фатхат аз-захилуту аля-ахлихи, явный фатхат над его окончанием. Здесь следует отметить, что слово «сабаан» в основе было «нат» — определением, описанием для удаленного или, скажем, подразумеваемого мафуулин бихи. Значит, в основе было «вабанайна фауукум самаватин сабан щедадн», т.е. «мы воздвигли над вами семь твердых небес». Затем слово «самават», т.е. небеса, которое является манрутом определяемым или описуемым, было удалено, и поставили на его место его «нат», его описание. И получилось «мы воздвигли семь твердых», т.к. смысл и так понятен. Значит, в основе оба слова «сабан» и «сабан» и «чедадн» являлись «нат» — определением для слова «самават». А после того, как слово «самават» было удалено, на его место стало слово «сабан», которое уже стало мафулин бихи, прямым дополнением. А «чедадн», в свою очередь, уже стало «нат», описанием для слова «сабан». Поэтому мы дальше и говорим, что «чедадн» является «нат» для слова «сабан». Значит, «чедадн» — это «нат» не «сабан», является определением для «сабан». а «нат» — имя не поставлена в состояние «насб», так же, как и оно должно быть в состоянии «насб». А72 признак его наспа является «ал Фаттаззахиру Это» — явный фаттад над его окончанием. После того, как мы разобрали каждое слово отдельности, завершая мы говорим «вал Фаю Лу Мца Фава Эль Хою является «жумлетин фаước», глагольным предложением. МАТУФАТАН АЛЯ ЖУМЛЕТА АЛЯ МНАЧАЛ СОЕДИНЕНО С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ АЛЯ МНАЧАЛ ЛА МХАЛЛА ЛХАМИНАЛ ИРАБИ Не имеют места в падеже Перейдём к разбору следующего аета И мы установили То есть мы установили пылающий светильник То есть солнце Это союз С неизменяемым окончанием С фатха на конце ГЛАГОЛ ПРОШЕДЧЕГО ВРЕМЕНИ С неизменяемым окончанием Суконом на конце Из-за того, что этот глагол Здесь присоединён к огласованному Местамению падеже АРРОФ Слитное местамение С неизменяемым окончанием Суконом на конце То есть на месте падеже АРРОФ Потому что это у нас фааль Действующее лицо Следует отметить, что глагол Не является переходным к думмахолам бихи К двум прямым дополнениям Потому что в этом случае Обычно у нас первый Мафол бихи бывает в определённом состоянии А второй в неопределенном состоянии Как мы видели в предыдущих примерах Например Мы сделали ночь покровом Так как его два Мафол бихи И его два прямых дополнения Его основой является АЛЬМУПТАДАВОЛХАБР То есть подлежащим и сказуемым Мы можем сказать То есть ночь это покров В то время как в этом аете Мы установили Пылающий светильник Здесь дело обстоит иначе Так как мы видим Что здесь оба слова И СИРАДЖИН и ВАХАДЖИН Оба в неопределённом состоянии Значит они являются МАНАТОМ и НАТОМ То есть описуемым и описанием Определяемым и определением И значит здесь Эти два имена Не были в основе Подлежащим и сказуемым То есть не были МОПТАДАМ и ХАБРАМ Поэтому мы говорим Про СИРАДЖИН МАФУЛЬБИХИ Прямое дополнение Мы не говорим МАФУЛЬБИХИ ОВЛЬ Первый МАФУЛЬБИХИ Потому что у нас здесь Всего лишь один МАФУЛЬБИХИ Одно прямое дополнение Значит СИРАДЖИН Это МАФУЛЬБИХИ МАНСУБН МЕЛФАЛИ Поставим глаголом Состояние ВИНИТЕЛЬНОМ ПАДЖИ ВАЛАМАТ НАСБИХИ Признаком состояния НАСБ здесь является АЛЬФАТАТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХИЛИХИ ЯВНОЙ ФАТАТАН НАДИО ОКОНЧАНИМ ВАХАДЖИН Это у нас НАТ ВАХАДЖИН Это НАТ Слово СИРАДЖИН То есть это его Определение Описание ВАНАТАЛ МАНСУБИ МАНСУБН МИТСЛУ А НАТ Имени в состоянии НАСБ Тоже должно быть состояние НАСБ ВАЛАМАТ НАСБИХИ Признак состояния НАСБ В этом имени Служит АЛЬФАТАТАЗЗАХИРАТУ АЛЯ АХИЛИХИ ЯВНОЙ ФАТАТАН НАДИО ОКОНЧАНИМ Как мы увидели Здесь у нас Первое имя СИРАДЖИН Это МАФУЛЬ БИХИ Прямое дополнение А второе имя Это его НАТ Его определение То есть его описание Потому что здесь у нас глагол ДжААЛА В значении ХОЛИКА То есть Создали или Установили Но если кто-то спросит Вы разбирая Предыдущие Аяты Говорили Что если ДжААЛА В значении ХОЛИКА То второе имя Может быть АЛЬХАЛ То есть Обстоятельством Образа действия Как в примере С ДжААЛАЛЛЕЙЛА ЛИБАСА Дело в том Что если мы утверждаем Что второе имя Является вторым МАФУЛЬ БИХИЛ Или АХАЛЛ То первое имя У нас должно быть В определенном состоянии Как здесь слово АЛЬЛ А в нашем случае СИРАДЖИВ ВАХАДЖА Слово СИРАДЖИВ В неопределенном состоянии И эти два слова Являются МАНАУТОМ И НАТОМ Описуемым И ОПИСАНИМ То есть Эти два слова Представляют из себя Только словосочетание Словосочетание С незаконченным смыслом СИРАДЖИВ ВАХАДЖИВ Просто Пылающий светильник В отличие от АЛЬЛИЛИ БАСА Который является Полноценным Именным предложением С законченным смыслом Со значением Ночь Это покров Вот поэтому У нас СИРАДЖИВ ВАХАДЖИВ И не может быть Двумя МАФАЛИМИ Первым и вторым Потому что Оба они В неопределенном состоянии И в конце Мы говорим ВАЛЬФИАЛИМ МААФААЛИХИ Глагол вместе со своим фаалем Это Глагольное предложение МААТУФАТАН АЛЬЛЬЖУМЛАТИССАБИХАТ Соединено С предыдущим предложением АЛЬМ НАЧАЛ Значит Так же Как и Про то предложение Про это предложение Мы говорим Не имеет места В падеже АЛЬМАТУЛЛАХI РАББИЛААЛЬАМИНА